День первый, митинг Пойдем? Перевыборы! Сейчас дадим вам пару вопросов Здравствуйте! Скажите, какую цель вы преследуете Присутствуя сегодня здесь на митинге? Ну, я только что вышел Из двухсуточного Пребывания под стражей После митинга на чистых прудах Там было меньше людей И когда вот там произошли задержания Было ясное впечатление Что люди Возмущены И возмущены гораздо больше, чем Это было бы, если бы власть Вела себя адекватно То есть те действия репрессивные Которые были предприняты Привели к тому, что сегодня Гораздо больше участников Чем, в общем-то, предполагали Все, кто занимался организацией Этого мероприятия И мы видели, как вчера В последний момент только, да Перенесли это событие С площади революции на Болотную Но главное, конечно То, что мы ждем Это подрыв, прежде всего Авторитета Нынешней российской власти На международной арене Я вижу, что Повсюду От Америки до Азии Газеты опубликовали Новости о том, что В Москве Предстоит такой митинг Но подобных цифр Такого числа участников Никто не ожидал Я думаю, что теперь Любой, кто поедет На Запад Это и Лавров, и Медведев И Путин Неизбежно столкнется С неудобными вопросами Каждый раз, когда эти вопросы Будут звучать Придется давать ответ Который Ну Должен быть Таким серьезным Искренним Одно дело Вести пропаганду На телевидении Которое ориентировано На российскую Публику Да На людей Которые не имеют Других источников И другое дело Говорить о свободном мире А мы, в общем-то Не должны забывать Что Все деньги Которые у нас украли Все эти деньги Находятся за границей И для того, чтобы Эти люди Вот эта небольшая В общем-то Группа Которая продолжает По-прежнему Заниматься Присвоением Народных богатств Могла распоряжаться Своими деньгами Эта группа Должна Чувствовать себя Спокойно А теперь Им очень неспокойно И едва ли После этого митинга Они смогут Как прежде Говорить О, у нас стабильность У нас все хорошо И мы в ближайшие Пять лет Сможем править Точно так же Как и этого И самое главное Для меня Вот важно Что Вот эти вот Очень Печальные Да И в каком-то смысле Такие мрачные Прогнозы Которые звучат Из Пекина Что да Эта нынешняя власть Будет до 2036 года Сначала Сначала Два срока Путину Два срока Медвезева Эти прогнозы Не сбудутся А значит Не сбудется И многое другое Ни цензура Ни ужесточение Силовых мер Ни Утверждение Вот того Что они называют Беспартийным режимом Вот этой вот Многопартийности Которая на самом деле Не существует Ни тем более Утверждение Культа вождя Которая к сожалению Сейчас происходит Повсеместно Да И мы чувствуем Что в стране Ну в стране В нашей Вот надвигалась Такая культурная Революция Когда Создавалась Новая культура В которой Уже нет Никаких других Лидеров Кроме нынешних Вот если Это уйдет И если возникнет Ощущение Альтернативы Значит цель Достигнута А мы сегодня Эту альтернативу Наблюдаем Надо делать Все что мы можем Раз не можем Там не знаю Пойти проголосовать Чтобы наш голос Посчитали честно Надо идти на улицы Протестовать Кричать Не знаю там Делать что угодно Сопротивляться А то так сидеть дома И говорить То есть ну Не имеет никакого смысла Выражаю свою позицию Спасибо большое Мы очень ценим Свою позицию Скажите Какую цель Вы преследуете Присутствие сегодня На этом митинге И считаете И считаете ли вы Что что-то изменится От вашего присутствия Здесь Ну дело в том Что уже Больше 15 лет Наверное На той 20 Не было массовых Таких митингов И я присутствую И как наблюдатель И как участник Поскольку Я рад тому Что Узурпация власти Одной партии Вызывает Недовольство Изменится ли что-то Я считаю Что Капля камень Точет И Власть Да Власть должна Да Считаете ли вы Что ваш голос Может что-либо Изменить Конечно Считаю И не только мой И ваш голос И ваш голос И стихий Их может изменить Конечно Можно вас узнать За кого вы голосовали На этих выборах И ходили ли вы На выборы Скажем так На выборы Ходил специально За кого голосовал За справедливую Россию Но не потому Что она справедливая Просто выбора Как таково не было Это было просто Протестное голосование Спасибо большое А скажите еще В принципе Вы удовлетворены Проведением этого митинга И кажется ли вам Что это в принципе Грамотное мероприятие Я хочу сказать Что Проведение Ну Трочка Но вопрос не в этом Такого количества Красивых Умных Благородных И очень Порядочных людей Я не наблюдал Уже наверное лет Так 20 точно Мы знаем Пример Лужкова Что получилось Когда Человек находился У власти Пусть даже в пределах Одного города Но 18 лет И это должны понять И другие Большое вам спасибо Спасибо Какую цель Ты преследуешь Присутствия сегодня здесь Ну во-первых Изменить ситуацию Естественно Конечно Может эти выборы Они нечестные Это неправильно Так не должно быть Считаешь ли ты Что присутствие Отдельных людей Таких как ты И я Может что-то Вообще изменить Конечно Может Конечно Любой человек Который сюда придет Он в любом случае Меняет Во-первых Нас много Во-первых Это не один человек Который стоит с плакатом И говорит Я против Это много людей Они все знают И это Ну просто глупо не отвечает Когда власть И правительство Просто никак не реагирует На то что Столько фальсификаций Столько неправильных вещей Происходит Они никак не реагируют Ну адекватно не реагируют Скажи пожалуйста А ты ходил В этом году На выборы Да За кого ты голосовал За правое дело Спасибо А кто там Кто там вообще выступает Я очень хорошо следила За выступающими Когда там стояла Здравствуйте Можешь задать вам пару вопросов Конечно Скажите пожалуйста Какую цель вы преследуете Сегодня здесь На самом деле Я хочу просто выразить Одну идею Нужно соблюдать Конституцию Нужно соблюдать закон И это должно делать государство То что происходит Это явно нарушение закона Это просто преступление Наши голоса украли Волю народа Просто извратили Так не должно быть В нормальном государстве Не кажется ли вам Что это может привести К намного более тяжелым Последствиям Для нас с вами в том числе Уже Последствия Уже достаточно тяжелые Чтобы просто начать Об этом задуматься Что-то делать По крайней мере Мирный протест Какие-то действия Солидарность Мы должны Дать власти Понять Что нужны перемены И нужно Соблюдать закон Просто Просто-напросто Скажите Пожалуйста Удовлетворены ли вы В целом Проведением этого митинга Сегодня здесь В целом да Вас все устраивает Вам кажется Что организация Такой должна быть Организация Такой должна быть Все нормально Все мирно Очень много людей Кто пришел Выразить И имеет такую возможность Сделать это мирно И в рамках закона Это здорово Вы присутствовали На выборах в этом году? Да, присутствовал А за кого вы голосовали? Я против всех Против всех Здравствуйте Расскажите пожалуйста Кто вы И какую цель Вы преследуете Сегодня здесь На митинге Мы Нагинские дольщики Ждем своего жилья Уже десятый год Мы оплатили Но квартиру назад Не получили Потому что наши чиновники Выдавали нашему застройщику Незаконно документы Теперь Не могут завершить строительство И с нас Помимо договоров Оплаченных Берут еще дополнительные деньги То есть мы против Жуликов и воров То есть против партии Жуликов и воров Которые нас Просто грабят И не поддерживают Да И мы считаем Что идет геноцид Русского народа Потому что Если люди остаются Без квартир Без оплаченных квартир Это значит Нерожденные дети Это значит Нас Нас 500 семей Обманутых дольщиков Нас 500 семей Обманутых дольщиков Соответственно Люди не могут Обрести семью То есть родить детей Потому что Просто негде жить Вложили свои последние деньги Продали последнее жилье Вступили в ипотеку И теперь все в кредитах В долгах Живут на съемном жилье И Скажите пожалуйста Вы в целом Выступаете за смену власти? Да Мы хотим Чтобы людям Было нормально жить Чтобы они могли Жить в своей стране И покупать жилье И рожать детей И надеяться на власть Видите ли вы Другую достойную власть Сегодня в нашей стране? Пока нет Но рыба тухнет с головы Ясно Что если наша власть Не исправится И не будет жить Для народа А против народа То есть у нас По телевизору Одного в жизни Совершенно другое То естественно Будет какая-то заваруха А за кого вы голосовали На этих выборах? За справедливую Россию Спасибо большое Что меняет присутствие Человека на митинге? Ну я не знаю Просто чувствую Что ты не один такой Что есть очень много Других людей Которые тоже против Тоже готовы бороться Как-то Потому что если ты уже вышел То Ну это о чем-то уже говорит Серьезно Просто единение С другими людьми Как-то не знаю А еще скажи пожалуйста Какие лозунги Ты сегодня скандировал? Ну Единая Россия Партия жуликов и воров Ну самая распространенная Наверное Путин в отставку Ну в основном такие Ну еще народ Правда к счету перевыборы Но я не очень согласен С этим лозунгом Ты не согласен с перевыборами? Нет Как таковыми? Это ничего не даст Ага Надо именно как-то Чтобы власть шла на уступки Не знаю Потому что сами они Ну будут вторые перевыборы Опять выиграет Единая Россия Что опять что ли выходить? Ну в чем смысл-то? Это ничего не поменяет Здесь звучали призывы Прийти в следующую субботу На подобный митинг На Пушкинской площади Придешь ли ты? Будет возможность приду Спасибо большое Пока Спасибо за интервью Самое главное конечно Что показал этот митинг Что не обязательно Придерживаться одной идеологии Скорее важно Чтобы это разнообразие идеологий Которые реально существуют в обществе Было точно так же представлено во власти Как на этом митинге И поэтому конечно Эти отдельные участники Студенты Ученые Рабочие Безработные Люди которые Зарабатывают Очень как средний класс Да И люди которые Перебиваются от зарплаты До зарплаты Чтобы все эти люди Были представлены Чтобы нынешний Властный ресурс Все таки Был Перешел в другие руки Были другие Возможности им распоряжаться Спасибо А еще ответьте на последний вопрос За кого вы проголосовали На этих выборах Я на этих выборах Голосовал за яблоко Я считаю что Это пока была единственная партия Которая заслужила внимания Но в целом К сожалению Выборы были такие Что и Из того набора Который был представлен Набора в общем-то 96-го года Выбирать к сожалению Было не еще Спасибо большое вам За интервью Более Более Более